Перед нами пулемет Максим, это вот в русской импературской армии основной пулемет, который стоял на вооружении. Максим Хатимя Русская на самом деле это фамилия изобретателя, разработан он американским вооруженником Хайрамом Максимом и соответственно уже по лицензии выпускался у нас на Тульском вооруженном заводе. Первые Максимы появились у нас еще в русско-японскую войну, они были считались, относились они к артиллерии, считались как крепостные, то есть вот например в Порт-Артуре использовались. То есть вот колес не было? Были колеса, но если я вот тогда посещал еще в музее Владивостоке именно обороны Порт-Артура, там стоит пулемет на орудийном лафете, огромные колеса и вот маленький пулемет с латунным кожухом и сиденье как на велосипеде, чтобы еще могли на лафет присесть и стрелять. Потом уже разработался облегченный станок, вот у нас станок Соколова так называемая. Это уже станок на гражданскую войну латунный полностью и был станок еще Владимирова. Самое интересное, видите, материал станка латунь, не сталь. Почему так сделано? Это же довольно ценный металл. Это дорого? Это дорого, это немножко тяжелее чем железо, но при перемещении, то есть влево-вправо, вот, например, вверх-вниз по полоскам, если в стальную часть попадет песок, его заклинит. Если латунный, он просто немножко проминается и все равно продолжает скользить. То есть это для обеспечения более функциональности пулемета. Также в первых вариантах еще были латунные, здесь у нас уже стальной лентоприемники, латунные кожухи для воды ствола, была латунная часть, вот, задняя часть, потом все это уже стало стальной. Пулеметы были довольно дорогим удовольствием, причем пулеметы типа вот нашего Максима, они, ну, с такой же системой движения затвора, применялись во всех армиях мира. Личарный назывался Виккерс, у немцев МГ-08, еще был тоже вариант такой же, практически похож, немножко короче, немножко не сильно измененная конструкция, но отличалась. Это был еще пулемет Шварцлозе, австрийский пулемет. Питались они с ленты, лента была брезентовая, видите, здесь вот заряжены, это холостые, да, муляжи патронов, то есть здесь нет пули. Пулемет тоже у нас охолощенный, у нас все оружие здесь охолощенное, деактивированное. Возвратная пружина, также пулемет оснащался еще щитком. Щитки когда придумали, они же не сразу были? Щиток шел в комплекте с станком уже Соколова, как-то появился станок. То есть это достаточно позднее изобретение щиток? Ну, почему, в первую мировую войну щиток, уже щитки активно использовались, причем щитки были, некоторые щитки крепились катушки для выравнивания ленты, на некоторые щитки, вот видите, это более уже поздняя модернизация, было отверстие под прицел оптический, но потом его убрали и чтобы пули не поражали, приклепали, да, на шесть заклепок таких массивных. Пулемет, в Российской империи пулеметов доходило до первой, ну первые расчеты пулемета доходило до 12 человек, и вплоть до того, что... То есть 12 человек обслуживали одну машину? Одну машину, плюс еще добавлялся мул, который для перевозки пулеметов, но впоследствии уже с облегченными станками, с упрощенными, уже, соответственно, количество людей в расчете сокращалось. Ну вот, также он претерпел ряд изменений, вот прицельные приспособления. Это, то есть, это у нас более ранний, это более поздний вариант. Здесь можно отличить его легко, я же специалист по вот этому баку под снегом. Еще интересный вариант, что пулеметы военных в годах выпуска после 14 года и довоенных тоже отличаются. Довоенные, у них шел либо латунный кожух, либо ребристый. Во время Первой мировой войны, чтобы ускорить производство, делали гладкие, полностью гладкие, да. То есть, они делали стальной... То есть, если мы находим, видим в музее пулемет с гладким кожухом, то это... Если кожух только не латунный. Если кожух стальной гладкий, то это, скорее всего, военный выпуск во время Первой мировой войны. Ага. Ну, опять же, можно было посмотреть по годам. Ага. Ага. Ага.